ку-ку лайк лайк покажись моим зрителям тетка занялась кухарка кухарки вот они такие вот они вот всем подряд заниматься сейчас я немножко играть хочешь милый давай прыгай прыгай прыг скак прыг скак ты мой хороший лайк ты мой хороший с нами теперь в доме спит ведь он теперь с нами в доме спит и знаете я сейчас пройдусь по огороду я сейчас положу столько вопросов столько вопросов я мне кажется все уже очевидно сейчас я по огороду пройдусь тут цветы вот кактус я притащил сюда землю поменяла ему кстати он смотрят него ростки пошли тут и кто-то жиром там он был в этом рядом с прудиком у меня там за розы можно будет скоро смотрите-ка у меня пошел здесь вот этот цветок дикарем от соседки он пошел я знаю этот он так хорошо разрастать этот цветок это этот маракуйя то есть фрукты будут это маракуйя я ее испытал самара садил а он раз и сам пошел и так хорошо разрастать я прямо поставила тут вот эту штуку слой она у меня там стояла раньше входов а теперь я сюда переставил думаю будут сюда цветы выставлять но летом когда уже жарко принципе на сейчас очень тепло и футболки градусов 26 28 может ну сейчас может 24 не знаю не буду смотреть я так на глаз брала значит барбекю спрятала так бассейн залитый у меня все поменяла я там воду так что у меня тут тут у меня значит мандарин я его тоже землю здесь поменяла и раз посадил там немножко нарциссов рассадила немножко ирисы они потому что уже прям плотно-плотно тут у меня были разрослись ведь сколько корней но их у меня много здесь вон они новые растут ириса весной обычно здесь бывают поэтому я отсюда отсадил немножко в другую часть огорода что много я посадил наш стульпан роза у меня еще есть пожалуйста шикардосные розы круглый год они цветут почти зимой конечно совсем не будет наверное все больше пока рос нет георгин вот у меня был он погиб у меня тогда из-за урагана осмотрю так тут это зависть может еще цветы будут может еще год потому что смотрю у меня георгин отошел в общем то сейчас посмотрим пальма подстригла то все что-то читать постоянно делаю в пруду у меня рыбка поела не поел периодически заливаю сюда водичку потому что он видимо доля вам нет пруд вот и землю покидала мешков 6 я купила опять земли дужки закидал цветочки тут посадил какие-то многолетки вот тут тоже тут нарцисс посажал посадил или тюльпаны уж не помню ну увидим что взойдет то взойдет тут вот тоже какая-то капуста многолетняя непонятно оставила этикетки а то потом забудете тут посадил это какие-то многолетки я тогда показывал что я купил тут тоже немножко землю подсыпал вот такие у меня сейчас тут цветы бархат дикий помидор смысле дикий который я не сажала я же говорю то что я помидоры вот у меня такие кстати много я вчера собрала то что лоток такой и здесь вот у кур смотрите какие шикарные много вот один пустик сам вырос дикарем вот так вот огромный и аж и в землю растет вот никуда только он не растет он чуть он чего подвешиваешь он про как виноград вот зернышко получается он откуда он взялся ну как откуда курочки посадили лайк посадил дикую вот этот вот садовая герань да наш сорняк она так растет я думаю так пусть растет а чуть цветет же он ее отделил и вот так вот землю надо немножко по распределить купить газон купить газон засыпать еще немножко птички поют красота так дальше что вот у нас значит вот это было были у меня здесь вот эти декоративные тыквы но я пока совсем не выдернув потому что смотрю там еще цветы есть ну наверное уже не будет уже нам поздно тут еще одна дикая помидор тоже с этим еще одна дикая помидор кай как сорняки вот получать раз здесь вот многолетки посадил здесь у меня были огурцы я сюда посадил герань вот ли этот ирис и вот одни пересадила сюда это вот как цветок называется тоже какой-то домашний и тоже многолетний это каламинта какой-то очень вкусно пахнет прям мятой пахнет мента какой-то ментол каламинта убирала перебирала у меня смотрите-ка погибли вот эти мне кажется елки от жары что ну вот это нехорошо что они вот эту эту это у меня получать под те помидор которые я сажал ничего нет на них вам даже подвешивать нечего был тут он и нет ничего зато перцы я тогда посадила перц вот они только сейчас пошли у меня вот так жара спала так они у меня и пошли вон даже цвет намечать спец до холодов то нет вот здесь все надо накрыть мне яблонька моя помните в прошлом году был то нам не тут вот сломалась в этом году вот она у меня отошла отросли новые ветки вот буду уже потом я их подвязывать или как-то ее от гаражу может весной будет будет цвет так есть тут чем заняться и вот эту помидору я сажал непонятно здесь эту дурку не закрыть вот надо тут я значит сложился дрова что-то в мешках у меня что-то это все дрова сложилась сюда вот тоже это вот надо было их таскать перетаскивать надо мне кажется пилу такую типа дружбы до электропилу чтобы вот это все распилить например да и вообще она нужна в хозяйстве на тот мне присмотрю как нить электрическую себе тут мусор надо будет выбрасывать вот эти помидоры мне подружка дала она горит я тут как раз садил 334 сантуду три раза по-моему она мне дала это уже я их в июле посадил что-то тушку-то жиром ты есть немножко я вот вчера тоже собрала вот этот пассифлора он она как красиво цветет тут уже плоды были уже попадала полно плодов но маракуйя здесь несъедобно вот эту часть я тоже потом переберу проберу эти вот ящики из-под кроликов то я их тоже приспособил под дрова красоту здесь наведу потом больше ничего же сажать не буду сажать не буду здесь полно что нужно выбрасывать вот а из собачьих будок то посмотрите мне какой кабана я сделала себе как его сарай не знаю я у меня жилайка теперь туда не заходит вот как бакса не стала он вообще туда не заходит посмотрю у меня тут эти фиги может думаю где спелые висит их полно тут но они все зеленые он они какие-то зеленые маленькие будут еще наверно вот этот цветок у меня цветет вот еще одна пожалуй садовый герань но как ее назвать очень похоже на герань листочки прям как обычный и цветочки фиолетовый думаю отделила ее уже тогда думаю буду рядом газон сажать то что там корни мощные такие здесь тоже надо бы землю бы подсыпать и газу это конечно очень тяжело газом сажать сколько раз я уже сажал вот я из этого сарая я тут накрыла я поставил ну как сарай вот из-за этого за загона для собак что они сюда не идут я думаю мне надо здесь наверное сделать из этого сарай газон-косилка вон культиватор там лопаты то все тут у меня цветочки тоже один многолетний писал я тогда показывала что по 2 рубля что ли я их купила разные там была распродажа думаю так я куплю разные тут это даже зацвел вон у сера то стигма но это наверно какое-то тоже научное название тут у меня другой цветок тоже растет у меня много тут в общем разных цветов они периодически цветут все вот этот цветок тоже прошу разрос и знаю как называть чё-то сажал чё-то зашло что не зашло не понятно что чем не знаю я чуме с этим углом делать ломать не хочу ломать не строить а сарачек мне вот здесь вот на высоте то нужен потому что там-то у меня есть другой сарай большой да плюс гараж но каждый раз вот таскать вот эту вот вот это все думаю че здесь сделаю крышу какую-то мне надо будет вот если вот с такими листами ну дороговато конечно выйдет с такими листами как я вот показывал сегодня утром и это терна вот эти вот вот такие металлические листы например да вот такого типа но они что-то ну выйдет здесь сколько здесь на метров 12-14 на можно метров 12-13 14 квадратных вот вообще вот это вот а то то ну как то я конечно накрылась от дождя там от здесь еще не убиралась ничем здесь надо бы и пол сделать нормально я думала может мне сначала сюда кур перетащить но здесь пол бетон на им все-таки земля нужно там они хоть швыряются вам от ковыряются ковыряются но нет и нет это как бы загончик тоже нужен не знаю крышу что ли здесь поставить в принципе вот из таких вот листов я бы смогла нам сама поставить здесь все так это надежно ну вот сложил пока туда эти лежаки там то все закрыл чтобы дождь не попадал но эта штука она слетит какой-нибудь ураган или что-то она слетит конечно чем надо мне здесь придумать как мне сделал здесь симпатичненько он не будет там спать розу который в прошлом году посадил она хорошо уже больше такая выросла жасмин тоже вроде как растет тут два раза что-то сажал чуть нет ничего фильтр у меня что не работает от этого от пруда вот оливковое дерево я тоже пересадил сюда потому что я смотрю одной клиентке она котел такой маленькой деревце посадила а у него такой большой большой такой оливковое дерево на год ему чуть лет восемь-семь лет она тогда сказала он такой большой у нее был на год от его в землю посади на горстья хорошо пойдет пересадила полила посмотрим как пойдет мне хочется чтобы здесь у меня везде был зеленый красивый этот газон ровный знает тут какая-то трава вот растет она вот так вот все покрывает конечно зеленью своей но надо подсыпать надо очень много много еще бы тонны 2 бы сюда земли нормально а вот так вот издалека вроде зеленый трав дрова вот надо все порубить бы это же вот по этим ящиком там распределить там место полно у меня еще это вот так вот бытовуха бытовые такие вот вещи до показываю как ты хорошо сейчас посмотрим чуть-чуть у нас мандарин у меня они клементина это у меня уже цветут но тоже что-то думать жар и тогда повредились я его подстрелил лимон тоже вроде не плохо сочувствует помните он у меня был высылыш в июне тут у меня тогда все же поделось бы и терраса будет вот так вот я думаю я вот такими лесами ее раз отдала застелю зато она уже будет у меня мощно стоять вот этот пергола который он дней уже прицепили к стене она теперь у меня не улетит а снизу все был симпатичным можно например чем-то натуральным и и от декорировать но не срочно так хотя бы что то что то что мы сюда выходим и пообедать иногда же нас я говорю даже зимой но февраль месяц например может быть днем 15 16 18 градусов тепла ну что мой хороший вечер беру вот мой кабинет пожалуйста сегодня что я буду делать брови кстати видите у меня зажим видите как натурально у меня все получилось очень даже натуральным ресницы я хотел сегодня приезжаю к мастеру девочка одна мне делать девочка молодая провестница моя к санке приезжаю сегодня к ней она беременна у нее уже вот как раз к ней кстати я завтра иду на гендер партии вот к этой девочке приезжаю сегодня к ней я говорю давай я тебе сделала ресницы ты мне у нее тоже уже все поотваливался то мы еще когда делали с ней вот в августе перед каникулами и в общем обычно друг дружки делаем она вообще это не и дело ну как бы это не и за занятие основное вообще страховой работы просто мы с ней как-то вот познакомились вот так вот клиентка она как я делаю ресницы подработка для нее это было просто так вот мы с ней дружки делаем ресницы ну и вот только захожу к ней только-только я ее уложила мне звонит диана я как ключик от дома забыл но я гордый скорей школы выхожу я подключат дома забыл дом под сигнализацию у нее нет ничего этого я бы ну слушай езжай на школьном автобусе но как бы мы так с ней договоришь что на школьном автобусе домой при но я говорю я уже не успею я ей быстренько сделала не прям не полное наращивание даже атаку сейчас я приеду не быстрее домой приехал домой короче я без ресниц я говорю слушай да ладно не заморачивайся я что-то уже привыкла не буду я ничего делать себе хочу хотя бы маникюр сделать а то у меня были этом ногти такие в саду-то работаю знаете что ты не удачный я выбрал себе цвет для ногтей сейчас я буду сама себе маникюр делать вот сейчас сделаю себе маникюр хотя мне уже надо будет сейчас ехать отряду встречать на вокзале время у нас 8 часов 20 минут сейчас я грянку с вокзал заберу представляете она у меня в 6 утра встает и вот только пол вас пол девятого где-то приезжает домой вот она у меня в 6 30 отсюда уходит 8 мне начинаются занятия вот она в 6 заканчивает и только прижать полагану бедная целый день ее нет она так устает тоже видим она сейчас придет быстро поезд только она же меня вегетарианцы наполовину ну то есть она старается не есть мясо я думаю поэтому с морепродуктами сделаю макароны но не макароны и спагетти так ладно девочки мальчики пошла делать себе быстренько маникюр лак только поменяю чтобы грязь не было видно и все и это надо уход за лицом какой-то сделать что мне хотя вот я не знаю уж как уж не там называть да мне наоборот здесь все говорит что у меня такая кожа хороший ладно мой хороший